В России есть такая традиция, Россия это во многом страна подпольщиков. И вот этот подпольщицкий опыт был приобретен и приумножен впоследствии во времена русских революций. Вот теперь добавилось еще одним подпольщикам, им стал коронавирус, потому что он временно на целый месяц переведен на нелегальное положение, и он, вероятно, целый месяц будет безымянной черной тенью России, которая будет по-прежнему ненасытна, но тихо, почти негласно жрать свои тысячи жизней. Ему запретили, конечно, громко чавкать с гражданами, но с главной роли его пока убрали. И вот, как всегда, сработала эта волшебная сила искусства. Если ты помнишь, я это все предрекал. Я говорил, что в невзоровских средах, что в ту минуту, когда Кремль скажет, что нету коронавируса, его и не будет. И вот оно, бац, вот оно свершилось, это чудо. Его действительно не стало, воцарилась абсолютная благодать. Открываются супермаркеты, церкви, на улицах все тискаются, братаются, урны забиты сброшенными масками. И у всех есть стойкое ощущение, что кошмар как-то вот закончился. При том, что реальная медицинская ситуация, в общем-то, не изменилась ненасколько по сравнению с тем, что было там 20, к примеру, дней назад, то есть как раз в самый такой разгул мрачной паники и похоронных настроений. То есть медицинская картина абсолютно идентична самому черному времени. И причем цифры, они тоже и заражения, и смертей, и выздоровления, они тоже очень похожи и не отличаются, вернее, даже от тех, что были 20 дней назад. В моргах точно так же коченеют, примерно в таких же количествах трупы. Никаких, то есть подвижек медицинских не произошло, кроме некоторых количественных в сторону увеличения. То есть эта гадина, она все равно уверенно разрастается, душит, закапывает людей. Но вот лишенная медийного сопровождения, она кажется почти что безобидной. То есть он за пределами новостных лент. Вирус все равно очень упорно, злобно и методично трудится. И не исключено, что, вероятно, где-нибудь к середине июня вирус станет, если и не вообще запретный, то, по крайней мере, крайне нежелательной темой, от которой медийное пространство будет просто полностью зачищено. Сейчас как? Сейчас даны рекомендации. До парада и поправок вирус не муссировать, ничего не нагнетать, хрипы умирающих не транслировать, про маски не долдонить, смерти с перекошенным лицом в эфире не пересчитывать и всяких буквосочетаний типа ИВЛ избегать. Но это пока рекомендация. А вот всяких губернаторов, которые сильно увлеклись всерьез, увлеклись битвой с вирусом и взялись за различную фигню, типа там организации койко-мест в городах, вот их сейчас за уши вытаскивают из всей этой больше неактуальной темы и ориентируют на парад и на обнуление. Да, Оленька? Есть один нюанс. Как только вроде бы вот вирус победили, уже все прекрасно и занимаемся поправками и всем этим замечательным, и Америку призываем навести порядок, а тут случается экологическая катастрофа внезапно. Разлив нефти, страшный разнос местным властям, когда Путин говорит, что мы новости из соцсетей будем узнавать, и опять катастрофа. Не получается у власти ассоциироваться с приятным. Вот как-то подгаживает действительность. Нет, власть в России, она очень любит драматургию, она любит выглядеть драматично, поэтому я еще удивлюсь, если они не специально разлили эту солярку, но может случиться гораздо более неприятная вещь. Дело в том, что сейчас уже начала совершаться ошибка серьезная, которая может этот практически гарантированный триумф с обнулением из кремлевских лапок взять и вырвать. Это будет еще тот номер, потому что вдруг Кремль, это огромная ошибка, Кремль вдруг перестал скрывать свою кровную заинтересованность в результатах голосования. Ему следовало дальше сохранять царственное безразличие, а тут вдруг выяснилось, что он есть самый первый и самый страстный интересант. Вот когда-то на Балах, на Балах, такая ситуация называлась, Оля, извини, проклятые лосины. Вот вроде подошел небрежно, просто познакомиться, посыловать ручку, но вся бальная зала видит, что все демонически стоит. Очень рад видеть. Все демонически стоит. Это ужасный конфуз, все ржут, и дама тоже скомпрометирована. И вот страсть Кремля, когда проклятые лосины, стало понятно из набора категорически идиотских агитационных роликов, которые в одночасье вдруг были выпущены на волю, они затопили эфиры, интернет и рекламные экраны. И вот возникла эта стойкая ассоциация с выражением проклятые лосины. И придумать что-нибудь тупее, казеннее и фальшивее этих роликов абсолютно невозможно. Причем, если ты заметила, интеллигенция уже включила свои фонтаны яда на полную мощность, а кремлевские пиарщики огрызаются, говорят, это не для вас, это для тупых, их абсолютное большинство, мы работаем с большинством, оно все и решает, а не вы либеральные уроды. Они забыли, что вообще Россия волшебная страна, где самые тупые, в лучших традициях русских сказок, оказываются, в общем, и самыми умными. И когда показывают гейскую семью повышенной гадкостности, когда все эти говорящие советские окаменелости начинают нести какую-то ахинею, все это, в общем, серьезные грубые ошибки, потому что создатель рекламного ролика в первую очередь обязан знать правила. Идиот не должен заподозрить, что его считают идиотом. Идиот, которому что-то впаривают. А ролики не скрывают этого отношения к зрителю, эту пикантную подробность. Они напрямую адресованы идиотом, и они, соответственно, могут очень дорого обойтись. И посмотрим, прав я буду или не прав. Потому что герои этих роликов, как ты знаешь, уже бузят и ссылаются на то, что создатели воспользовались их слабоумием. Как это, в частности, сделал небезызвестный Тема Лебедев, объяснив, что он вообще не понимал, во что его так ишь втягивают.